очагов тв представляет отлично как у вас интересно полицейский в чат рулетки вы тут по служебной необходимости или развлекаетесь развлекаемся но если так сказать оперативно наш форма делать лицо прячу поэтому заказ был по служебной необходимости наверно по лицо не прятал ну в принципе да и я вам так скажу то что этим занимается цп либо фсб ну какие какие нибудь там иные взгляды так искать а я зашел вообще на украинский сервер поэтому не вижу какого-либо презрение ко мне плане недоверия нет я полицейского но лицо скрываю по понятным причинам потому что у нас извините меня режим ну да ну да по голосу они меня смогут определить по лицу но изменить на 5 секунд потому что даже система паутина водителей машины на которых там не знаю лишили прав даже будет пусть там управляет не третий водитель они находят очень спокойно и хорошо но вы из какого города вообще горкуфа республика ваш корпус даже карта штанга а вы с украины да и а вы кстати первый человек который но не облил меня матом и весьма адекватно вроде бы от него я просто сижу тут уже по моему час и меня все время пытались унизить запрещали мне общаться на русском кстати ну может быть я не виню то что ну новое поколение новое поколение можно к всему чему угодно приучить но я не виню их и ни в коем случае конечно нельзя было за это побить города украины вы первый раз сошли в чат рулетку что ли раз наверное ну примерно я не точно не могу сказать пусть ты кстати вот вы сейчас ну вы из башкирии я как раз сегодня но я не башкир я ну я знаю в башкирии там башкиров немного на самом деле процентном отношении ну да вот я к чему это говорит потому что как раз сегодня читал что глава башкирии ваш глава да да наверное я не помню значит пришло упоминание что сельские школы массово закупают дрова ваш у вас школы только со дровами это же вранье да честно честно пройдет потому что я сам живу в городе уфая но это столица региона называют у меня родители живут на отдалении они сами уфинские ну просто последствия когда я там вырос и все такое они решили построить дом ну не за рубежом за рубежом конечно громко звучало бы за городом посту но нет там прекрасный там даже автобусы возить до сих пор да так вот смотрите так чтобы я не был голословным уфа уфа 1.ru это официальный сайт часть картостана официальный сайт официальный сайт часть картостана официальный сайт часть картостана официальный сайт главной новости красная вот почитайте школы башкирии стали активно закупаться дровами на предстоящую зиму а вы полицейский который живет в башкирии вы не знаете получается первая новость уже сейчас отпираясь на мэров и пообещал что ответственно задавку на школьной олимпиаде накажет компании вам скинуть ссылочку сейчас хотите конечно они не у меня на другом компьютере не могу смотрите значит открывайте тема дня и там вы увидите за а знаете когда за 18 октября вот 18 октября 22 года то есть 12 дней назад я вам могу прямо нет смотрите вот вы видите что у меня на экране давайте давайте сейчас вы видите или да ну вот вы же видите что у меня на экране ну какой-то барак стоит вот какой-то барак а вот смотрите сверху вот написано видите уфа смотрите поддите у по 1.ру правильно вы читаете будет лучше чем европе подождите голый башкирии стали активно закупаться дровами на предстоящую зиму это вы читаете я написал я создал этот сайт назвал его 1.ру правильно нет конечно это не вы писали ну а в чем фейк тогда я не понял я не говорю что это фейк но таких а что вы тогда говорите я не понял что вы говорите давайте повторите еще давайте у вас есть там байдер я могу по видео прям позвонить и продемонстрировать свой канал нет такого вот я на уфа 1.ру тоже такой сайт прям вот ссылкой совсем покажу что ну открывайте 18 октября 22 года я нам только что сказал да за 18 октября 22 а если такого нет значит получает это фейк это я создал часа и назвал официальным сайтом на коленке еще отморачиваем голову нет конечно вы не морочите голову я знаю что я буду честно знаю немножко как и живет народ и видел это все своими глазами конечно это не фейк да ну так а в чем тогда сомнения я не понимаю в чем у нас разногласия но нет такого разногласия просто у меня единственное разногласие то что смотрите вы вы человек да вы правильно говорите вы вот указали есть такие дома есть я даже не буду спать я не про дома говорю я вам сейчас сказал что для школ закупают зиму причем здесь дома никто там ничего не закупать школ дрова закупают на зиму нет вранье вы можете прочитать что у меня написано да я вижу видите школы башкирии стали активно закупаться дровами на предстоящую зиму и это ваш официальный сайт у по 1.ру если вы мне оставите свои контакты я не полетюсь честно свою гражданскую не то что гражданскую а государственную позицию исполню и пройду по школам уфы вы знаете мне мне абсолютно все равно пройдете вы по школам уфы или нет потому что этого нету нет конечно школу уфы в первую очередь это 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 фейк правильно про барак нет бараки да не про барак что закупают дрова для отопления школ что школы без отопления но это вранье ну почему до дробяном отоплении на печенном отоплении я вам клянусь сердцем а клинивать чем клянетесь еще сердцем матери сердцем матери своей вы клянетесь то башкирии нету нету а я вам слова уфа не упомянул не разъем стал башкирии более того изначально я вам сказал то это в основном сельско сельских школ и что и что то есть или это нормально школы топить дровами нету нормально ну так вот слушайте причем с вами сейчас разговариваем уже почти 10 минут и пришли в результате то вы таки да наконец-то поняли что у вас башкирии школы топят дровами я такой ни одной не видел но то что вы не видели это вам не плюс идет а в минус вы майор полиции какой какой вы полицейский вообще форма я свое настоящее не буду одевать а у вас уже разжаловали это младший лейтенант вы посмотрите какой младший майорская звезда ну покажите мне полиции младший это в армии младший лейтенант опросила полиции нет и чем капитан да да а чем вы одели одну звездочку ну так подразнить с какими людьми пообщаться с солными хотят и которые соображают вот 1 1 вас вижу где можно поговорить потому что до этого были ну так скажем хорошо слушать а скажите мне из вашей полиции забрали в украину воевать ваших сослуживцев принудительно нет добровольно ушел один повесткой повестки никого нет нет спер всем повестке прислали всем но у нас же брони броня у нас спецучет но можно указать и нас не могут забрать но заберут скорее всего будут командировки уже на территории как это было в чечне и пагестане 90 начале двухтысячных просто командировки это не будет как считаться как заграничная военная операция но смотрите и мне кажется путин такую хитрую ловку сделал то что ну вот смотрите люди которые были в сирии я их прекрасно знаю я даже знаю кто был с первыми украине с ними общаюсь с такими людьми которые что-то имеют и которые не умерли там которых не разбомбили ничего такого командиры снайперских звеньев групп и дальше не буду говорить я с ними общаюсь и они получили эти деньги но сейчас владимир путин признал герсон донбасс луганск и запорожье частью россии в границах которые но на момент именно эти ребята которые мобилизовались и но у на уши навешали такую штуку что типа вы его едете по 150 ты еще месяц до миллионерами там станете там туда-сюда нет они кем-то пошли всеми они все кем пошли рядовыми правильно ну рядовыми или сержантами но был рядовым пошел и другой да ну в основном рядовые сержантки состав не выше старшины даже старшины там нет я уверен на сто процентов так извините меня у нас госдума приняла законопроект то что херсон и все это приблуде остальное это россия к вы не заграничная получается командировка а просто оборона причем добровольно подписавшие контракт и на как как добровольные всех мобилизовали по повестке какие-то а подписали это контрактами добровольно там же прописано добровольно в контракте прописан добровольно но если они добровольно пошли воевать иначе они имеют права не знаю они это не знаю они имеют права с юридической точки добровольно прикладить там сроки прописываются до завершения президентского указа это все не просто так понимаю ну а как вы относитесь к думаете вы вот это вот мобилизация конечно конечно вы убиваете украинцев много на украине не надо меня как мало того что вы граждане россии так вы еще вы еще работаете силовые граждане украина вы поддерживаете бандеру например бандера же герой национально признанный герой украины в россии он считается это вы можете понимаете у россии россии просто свихнулась ваша власть сосла с ума а вы рабы ничего не можете ей противопоставить ну нет ладно хватит не пересказывать сети гордона арестовича что мы рабы гордона арестовича я ни разу не слышал и во-первых я их особо не слушаю честно не слышал от них этого слова что мы рабы это я считаю что вы рабы ну не знаю я же я же не пошел ну и что а чем вы отличаетесь от человек который пошел вы точно так же поддерживаете эту войну вы не ну я не знаю я не поддерживаю я не по я вам сто раз говорил я не поддерживаю если бы не поддерживали войну вышел вы с плакатом и уволился бы сработал меня пришли ипотеки и сбербанк который поддерживается госдеком под 25 процентов да это же но я шучу я не в ипотеке у меня своя квартира но я просто с других говорю я могу пойти вы хотите я пойду мне вообще плевать софт режим вот честно это даже и начальнику говорю я могу даже на камеру с ней и всей украине показать особой роли сыграет конечно что а вы что сможете я смогу я смогу этот ролик распространить идти чтобы вы посмотрели десятки я и сам смогу ну на ю тубе могу у кого на на ю тубе ой захотел многих на канал у кого у фельдмана этого какого-то с гордоном который постоянно разговаривает я не знаю какой фильм он разговаривает знаете я понятия не имею я вам клянусь кто такой фильм ну или это я не знаю честно это баба еврейская а вы антисемит ну да я прекрасно понимаю что вы знаете меня меня это даже честно говоря не очень удивляет но мне кажется ба ба бахман или бахмут ее фамилия по венце я немножко губ которая себе немножко губы накачала не знаю о ком вы говорите не фельдмана я не знаю пальцем бацман вот все первый раз слышу загуглите бацман 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 зачем мне забудете я не слышал ну значит выключил послушать там призывает всех убить всех уничтожить вас вас нет я бы не сказал что это касается только российской армии это касается и дальше какая раньше кто что говорит главное то что делает ну на кого напал и кто на чьей территории сейчас занимается захватом земли но вы знаете я вам так честно скажу иронировать не буду я на эту войну не пойду и меня никто не заставит туда пойти в любом случае я юридические проволочки найду потому что я в этом сведущий как аристотель в математике так скажем в российской международной но так из под корца так скажем диванной аналитикой душой и сердцем болею за россию врать не буду вот видите вот это это вот а вы говорите вы против убийства людей на чужих территориях если вы болеете за россию это значит вы желаете победы в этой новом это кончится только я почему это делаю потому что это кончится только тогда когда россия победит украина не победит в любом случае что она сможет ну отодвинуть на гранит но путинскому режиму это неприемлемо он не сможет смириться с тем что он отступает что он сделает ядерную бомбу скинуть я хер его знает я не знаю что он сделать потому что это придурок вот честно но это придурок ему надо доказать свое я я президент я а вы готовы чтобы путин кинул ядерную бомбу ну и естественно вы тут же получите ядерные ракеты всего мира в обратку как вы к этому нет мы получим не получите почему но потому что америка настолько трясется я думаю за свою безопасность то что даже один удар по ее территории уже один удар и тут же америка скажет все причем мы не используем свой ядерный арсенал только больше второй ракету не надо пускать нет по америке же никто не будет пускать а слушал почему вы будете пускать подождите по какой стране вы будете пускать я не по кому не буду я них вы вы упомянули слова я беруся украине да ёбнет он как как каким вооружением тактически тактически так вот смотрите на 20 ничего америка не сделать вот посмотрим вот смотрите смотрите нет я я не собираюсь с вами мне больше нечем на несколько с вами созвали случится у меня у меня есть канал на ю тубе вы зайдете комментарии почитаете напишите так вот смотрите ну у вас все равно не видно не переживай тем более что вы все равно свою поддержку поддержки свою страну эти было у вас видно мне вас не положил я зачем я бы я не поддерживаю спецоперацию потому что на проводится по дерьмовому неправильно да о вот видите вы не поддержите потому что она не потому что она убивает людей другой стране а потому что она видите ли неправильно я не говорю что надо истреблять украинцев надо чтобы довести города украины до того состояния чтобы люди бляха-муха не захотеть возвращаться нет я так не говорю ну а как делала америка получше кто-то когда-то что-то делал вы имеете право делать плохое правильное вас не надо мне от лица вашего хуйла я снести вот эту пункта знаете я вас против конкретно я вас спросил конкретно давайте мы закончим вот эту тему про тактический ядерный удар все без исключения первые вторые там и так далее лица ну там где первые где вторые где третьи на всех организациях странных крупных сказали то если будет применено если вы не даете закончить если вы вас разъедем если будет приведено ядерное оружие неважно тактическое хреническая любое грязная бомба то конвенциальным вооружением на силами нато силами британии отдельно силами америки ваши вооруженные силы перестанут существовать очень быстро причем и что дальше америка америка в моем понимании она спит и видит где только ходит нефть потому что она имеет она демократия жопу друг друга не ругайтесь антисемит вы еще и гомофоб удивляете этим это больше не россия вот если бы у америки была возможность такая хоть на пять минут когда российские ракеты не будут взлетать например они так сделают они бы непосредственно сто процентов безвозмездно я уверен в этом на сто процентов ударили бы по россии и выничтожили бы все города а потом мы просто использовали бы россию как они сейчас используют только за доллары сейчас немножко не выгодно стало и потому что доллар начал упадок куда куда он ушел какой упадок упадок уходит у тебя в кармане что вы мелете евро падает к доллару уже очень долго доллара растет он ни в какой не упадок он наоборот растет стоимости то вы милите если у америке была возможность они бы сиюминутно приняли бы решение если бы ядерный удар по всему не только по ядерным объектам которые могут дать ответный удар они но и мы знаем где их не так что я понял а у америке такой возможности нет да вы считаете есть но это не делает потому что ответка прилетит какая ответка вашим ржавым советским оружием которая будет тут же уничтожена при первом же ударе все на куда а где который в караганде везде везде а в арктике у вас в арктике ледяные ракеты такие стоят не подводные лодки со снежной королевой под ручку тогда со снежной королевой я ничего не пустая болтовня арестовича которую подхватили важный мантры и я же блять при чем тут арестович арестович у меня информацию берет я я слушаю это он повторяет информацию вы знаете сколько российских подводных лодок сейчас находится в море наверное америка знает америка знает более того нисколько она знает где они и как в любой в любом то и дело что америка не являет почему а почему не уничтожен блять вы тупые хохлы почему не уничтожен вот полезно вот это вот настоящее человек который и по и по я вот против вот и вот истинное лицо это истинное лицо вот это не плевать что будет украина самом деле я это понял сразу россии ничего не будет российский мент российский мент и без лица мент вот так ну да как начальник прикажет так я и сделаю господи тут далеко ходить не до лучше после последних слов у меня к тебе больше нет вопросов поэтому я уйду пока я пока я тебя не послал это это был сарказм вообще-то ну ты знаешь я не люблю это было оскорбительно в сторону целый я это не приемлю пока чину вы дураки российский и российский мент и без лица мент я могу лицом российский менты без лица мент естественно после того как он высказался там напоследок стал я могу лицо да конечно высказался абсолютно про фашистских про фашистских и и и